здравствуйте меня зовут федор васильев приветствую вас во второй части видео курса уникальные виджеты adobe muse во второй части видео курса мы будем рассматривать виджеты другой конторы muse gain и обещаю вам что вторая часть курса будет намного круче чем 1 здесь вас ждут гораздо больше качественных и полезных виджетов и давайте посмотрим на первый виджет который я хочу представить от данной конторы я хочу вам показать всплывающее окно которое срабатывает только тогда когда человек прокручивает вашу страницу вниз итак смотрим я только начал прокручивать и мы видим вот такое окно где в принципе настраиваются цвета размеры и можно загрузить html код то есть например ролик с youtube а также мы можем определить когда появляться данному окну как это работает давайте посмотрим переходим в adobe muse после установки виджета у вас папки с этим виджетом будут два элемента перетаскивайте сначала один а потом второй и так почему два элемента во втором вот таком вот маленьком элементе мы здесь видим айди если мы посмотрим в основную часть виджета то первое поле здесь идет тот же самый индификатор это нужно лишь только для того чтобы мы могли на одной странице отображать до нескольких всплывающих окон если это нужно например в первой части у нас страницы всплывает одно окно потом мы делаем копию этого виджета и вот этой части виджета и прописываем здесь например новый айди и так смотрите вот эту маленькую часть виджета вы располагаете на странице там где вы хотите чтобы появилось всплывающее окно то есть вы хотите например чтобы она появилась где-то в середине или где-то в конкретном месте то вы его опускаете на это место как только верхушка браузер достигнет вот этой части виджета она срабатывает и появляется наше всплывающее окно теперь что касается самого окна какие есть настройки вот эти маркирочки мы можем растянуть пошире эту серую область и давайте посмотрим настройки тайм-аут это время проявления окна ну и я поставлю 05 ставьте ноль и enter минимальное значение 05 то есть практически сразу она появится как только браузер достигнет а порога нашего виджета той маленькой части которую мы расположили ниже дальше идет ссылка на добавление иконки крестика закрыть в углу также с виджетом в папке будет эта иконочка кликаем добавить файл вот иконочка крестик выбираем ее чтобы на окне было иконочка закрыть дальше вот это поле здесь размещаем все что угодно текст html код максимум до 2048 символов больше сюда не залезет или что-нибудь пишем я пишу просто привет дальше попап ширина ширина нашего окна именно сейчас вы видите эту белую область мы сейчас с вами растягивали за ползунки это растягивается просто серая область а вот именно само всплывающее окно ширину можно задать только здесь например шире или или уже сделать можно вот это параметр это высота давайте сделаем 100 поменьше так как у нас всего одна строчка здесь да привет дальше папа padding это внутренний отступ вы видите наш текст стал посередине сейчас дальше у нас списке представлено достаточно много всевозможных шрифтов для текста который у вас отображается вашим попап окне здесь можете выбрать какой-нибудь дальше список выравнивание текста можно выровнять по центру наш текст то есть сейчас мы видим это в реальном времени вот здесь фон сайт размер шрифта всплывающего окна у нас были очень маленькие буковки теперь у нас уже вот смотрится лучше и внутренний отступ я сделаю поменьше чтобы текст было прямо ровно посередине попробую еще поменьше в моем случае папа padding нужно было выставить 35 чтобы текст был ровно посередине дальше текст color то есть цвет для данного текста возьму темно-зеленый а заливка у нас белая я возьму светло-желтый как обычно в дизайне adobe muse вот таким образом все у нас красиво получается и последняя опция это скругление нашего всплывающего окна именно этой желтой области мне больше нравится с углами поэтому оставлю ноль в этой графе и теперь у нас будет попап с ярко выраженными углами вот они все настройки давайте посмотрим что у нас получается в браузере прокручиваю страницу и вот так как у меня было наверху тот порог у меня сразу появляется до всплывающее окно по крестику можно закрыть что касается повторяй повторение всплывающего окна она выслать после каждой перезагрузки у пользователя то здесь нет таких настроек чтобы мы могли задать например по кукам браузера чтобы он там раз в час раз в день тут такого конечно же нет так что имейте это ввиду на этом здесь все и увидимся с вами в следующем уроке а